Салют, друзья! Это Артемий Троицкий и музыка на свободе. Что сказать вам в канун нового 2021 года? Слава Богу, что он начинается, и прошлый год позади. Я надеюсь, что прошли вы его без слишком ощутимых потерь. Ну, а в будущем году, надеюсь, этих потерь не будет вообще. Желаю всем здоровья, счастья, прекрасного настроения и самых радужных видов на будущее. Подкаст, выпуск номер 177. Хедлайнерами сегодняшнего выпуска будут американцы. Малоизвестная, но оттого не менее роскошная группа под названием Федерейл. Всем любителям музыки Эннио Моррикона, а также серфа, а также американской западной мифологии советую послушать. А начнем мы с чего-то гораздо более прозаического. Дивайн коммери, божественная комедия. Это псевдоним Нила Хэннона, уроженцы Новой Ирландии и одного из главных мастеров английского арт-попа, так можно сказать. То есть эстрадные песни, поп-музыка, но при этом в высшей степени качественная, изысканная и интеллектуальная. В 89-м году Нил Хэннон дебютировал, и с тех пор вышло у божественной комедии 12 альбомов. Альбомы очень разные по стилю и настроению, некоторые обычные, многие из них концептуальные. В общем-то, можно сказать, что и новый альбом Дивайн коммери это альбом, посвященный некой теме. И тема это контора. Контора, офис, клерки и так далее. Странная, конечно, затея для поп-музыканта, но тем не менее. Называется альбом «Office politics» «Офисная политика». И послушаем с него песню с весьма подходящим названием не только для офисов, но и для всего остального. «Dark days are here again» — «Снова наступили темные денечки». «Офисная политика» «Офисная политика» «Офисная политика» «Офисная политика» «Офисная политика» «Офисная политика» Субтитры создавал DimaTorzok 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 от конца 50-х до начала 90-х Единственное, что объединяет все записи на этом сборнике Skygirl это их довольно призрачное, странное настроение я выбрал из этого альбома один трек вокального американского трио, о котором, честно говоря, раньше я никогда не слышал называется он The Seraphims, то есть Серафимы три американские девушки поют хором и вышел у них в свое время один единственный альбом в 1968 году назывался Consciousness of Happening Сознание происходящего также называется и песня, которую я вам рад предложить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Серафимы Дамское вокальное трио из США Запись 1968 года Этот очень красивый трек я обнаружил на культовом сборничке под названием Skygirl А теперь познакомимся с одной современной американской группой, которая называется Sunwatchers Группа Это из Нью-Йорка, ну естественно из Бруклина По-моему уже где-то процентов 95 всех нью-йоркских Музыкантов проживает именно в Бруклине И записала она очень-очень много всего Что-то издавала самостоятельно, что-то выходило на лейблах Но сейчас эта группа стала уже достаточно устойчивой и привлекательной для масс Поэтому выходит на достаточно крупном, хотя, разумеется, и независимом лейбле Trouble in Mind Лидер группы гитариста Джим Макью Кроме того, имеются там Питер Керлин на бас-гитаре Джейсон Робира на барабанах И саксофонист Джефф Толблинг На альте он играет Послушаем сейчас трек из двух последних альбомов этих самых Sunwatchers'ов Солнценаблюдателей Альбом 19-го года называется Illegal Moves И с него послушаем Green Eyed Pigmen Гет Дип Лейт 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 американской инструментальной, психоделической, джазово-фолковой группы Sun Watchers. И, наконец, альбом 2020 года, последний у этого квартета, «Оу, Е» с вопросительным знаком, называется он, и с него послушаем чуточку более лаконичную пьесу под названием «Love Paste». КОНЕЦ 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 Sun Watchers — инструментальная группа из Соединенных Штатов, играют в стиле таких психоделическо-рок-блюз-джаз в полковых джемах. Сейчас это довольно востребованный хиповый стиль. А мы переносимся через океан на европейские континенты. Послушаем сейчас болгарскую певицу. Зовут ее Гергана Димитрова. Она была одной из участниц знаменитого хора «Вуада Мистер Булгар». Знаете, наверное, такой. Но теперь выступает соло под псевдонимом «Белонога». Вышли у «Белоноги» уже два альбома. Один мы слушали несколько лет назад. Он назывался «Through the Eyes of the Sun» — «Глазами солнца». Теперь вышел второй. Ему вдогонку под названием «Through the Eyes of the Earth» — «Глазами земли». И с этого альбома слушаем песню «Blaming Heart». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 штат Орегон, и главный человек в этой группе — это бывший бас-гитарист Брайан Джонстаун Массакар, о которых мы говорили не так давно в одной из наших тематических частей, их бас-гитарист Колин Хэнни. В своём собственном проекте «Федерэл» он играет не только на бас-гитаре, но и на других инструментах, и проект этот существует аж с 2005 года. За это время вышло у них довольно много альбомов «La Royale», в 2008-м «Devil and a Boot» в 2009-м, «The Blood Flood Like Wine» — хорошее название, «Кровь текла, как вино» 2012-го года, потом «Иранский вампирский саундтрек», а остальные пластинки «Федерэл» более поздние, это я уже всё смог раздобыть. Следующий альбом вышел в 2016 году, получил название «All the Colors of the Dark» — «Все цвета мрака». Слушаем заглавную песню с этого альбома. Тут, кстати говоря, появляется уже и вокалистка, постоянная вокалистка группы. Подозреваю, что и подруга сердешная Колина Хэнни зовут её Мария Карлин. «Я woke in the dark, called out into the cold night» «A voice from outside drew me away from the light» «Follow me now and never return to your dark» «I'll go to the light, never run, never run, never run» «All the colors of the dark» «All the colors of the dark» «Will remind you of someone who once was you» «But madness is all you'll find» «He woke in front» «And found he was lost in the dark» «I drew him through the night» «Away from the calm of the light» «Away from the calm of the light» «I've followed you here» «And now can return to my door» «I'll go to the dark» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все цвета мрака за главные песни с четвертого альбома американской группы Федерэйл. Как нетрудно заметить, музыка Федерэйл очень кинематографична. В качестве своих вдохновителей Колин Хэнни называет в первую очередь Эннио Мориконе, Анджела Бадаламенти. В общем, всех вот этих мастеров атмосферичных, мрачноватых саундтреков. И сам он написал тоже достаточное количество музыки для фильмов и телевидения. Но вот серийные альбомы у Федерэйл выходят не так часто. И последний из них, пятый по счету, под названием No Justice, Никакой Справедливости, увидел свет в 2019 году. Сейчас послушаем пару песен с этого альбома. Первая называется She's Headed for the Highway, I'm Bound for the Train. Она направилась к шоссе, а мне надо было на поезд. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok в практически соседней Литве. Естественно, я имею в виду Алину Орлову. Шестой альбом вышел у Алины Орловой. Называется Daybreak. И песни на нем записаны на разных языках. На литовском, на русском. Это два родных языка для Алины Орловой. Поскольку мама у нее русская. И по-английски тоже. Там есть какие-то песенки. Я выбрал из этого альбом песню на литовском. Поскольку и русский, и английский звучат в нашей программе. А вот литовский, пожалуй, что и нет. «Элегантишкой снинге» называется эта песня. «Элегантишкой снинга, снинга жемену меджиум жедес. Снинга жемену меджиум жедес. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Лос-Пиранес из Колумбии ДimaTorzok 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 ДimaTorzok